Что волнует жителей Люберец? Владимир Ружицкий выяснил это на очередной встрече с населением. Причем задать вопросы главе округа в 20-ю гимназию пришли не только горожане, но и жители поселков. Они коснулись как личных проблем, так и тем окружного масштаба. Чтобы задать вопросы главе округа, в 20-ю гимназию приехали обманутые дольщики ЖК Томилина. Собственники квартир, расположенных в нескольких домах жилого комплекса, устали ждать ключи. Надежда на то, что въехать в свое жилье они смогут в феврале, стремительно тают вместе с уходящими днями месяца. По нашей информации, там есть проблемы с электричеством. Из-за этого дома не сдаются. В течение ближайшей недели-двух все-таки собственник должен подписать переуступку договора технологического присоединения по электроэнергии для, как говорится, обеспечения жилых домов второй категории энергоснабжения. Вопрос только в этом. Пока томилинские дольщики ждут ключи, люберецкие родители, дети и работники культуры пристройку к дворцу культуры. Там должна расположиться хореографическая школа. Техническое задание на ее строительство уже отправлено на согласование в Минстрой. В этом году начнется проектирование в следующем строительной работе. Будет отчаяться строительство «Мир молодого искусства» с пристройкой к ДК. То есть там будет порядка четырех школ разной направленности, танцевальный зал, в том числе хореография. И как вишенка на торте – грядущая реконструкция Октябрьского проспекта. К этой теме на встрече жители возвращались несколько раз. Запущенный в работу проект вызывает у них много вопросов. Заморозьте на год строительство. Прислушайтесь к нам. Я выражаю не свое личное мнение, не мнение рабочей группы. Я выражаю мнение нескольких тысяч людей, которые уже пострадали. Расширять Октябрьский проспект надо? Нет! Надо! А иначе мы встанем. Было принято решение. Создана рабочая группа. Я не специалист по дорогам. Я не эксперт по дорогам. Сегодня данный проект отрабатывался специалистами, экспертным сообществом. В ближайшее время проектировщики должны подготовить 3D-модель будущей эстакады. Общественность с ней ознакомят на отдельном собрании, посвященном реконструкции Октябрьского проспекта. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев и Алексей Андреев. Телеканал ЛРТ.